Здравствуйте, я Тимур Олевский, этот час мы проведем вместе, смотрите сегодня в программе. Умер Леонард Коэн. В юности он писал стихи, в 32 года начал сольную музыкальную карьеру. Любил говорить, что знает пять аккордов на гитаре. СБУ обвиняет Россию в подготовке массовых беспорядков в Украине. Цель сорвать введение безвизового режима с Евросоюзом. Американцы вышли на улицы. В городах США демонстрации против избрания Трампа президентом. Они перерастают в столкновение с полицией. В Лос-Анджелесе на 83-м году жизни умер поэт, музыкант и писатель Леонард Коэн. Его не стало через три недели после выхода нового, ставшего последним альбома. Незадолго до кончины в интервью журнала New Yorker Коэн признался, что смерти не боится. Теперь к другим новостям этой пятницы. Служба безопасности Украины сегодня сообщила о планах России сорвать введение безвизового режима с Евросоюзом. На брифинге начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик объединил в своем рассказе два громких эпизода недавнего времени. Взлом хакерами почты советника президента Путина Владислава Суркова и инцидент с принудительным возвращением самолета авиакомпании Белавиа под угрозой применения боевой авиации, который произошел в украинском небе 21 октября. Итак, Россия готовит беспорядки в центре Киева и в некоторых областях страны. Их начало намечено на 15 ноября. Оперативная информация СБУ и службы внешней разведки совпадает с планом по дестабилизации «Шатун», который украинские хакеры нашли в якобы почте Суркова. Цель плана – внутренняя дестабилизация, организация досрочных парламентских выборов для приведения к власти пророссийских сил и ревизии европейского курса Украины. Старт запланирован на 15 ноября со всеукраинской акцией протеста банковских вкладчиков. С 17 числа акцент в протестах сместится на проблему повышения тарифов. Российские сценаристы запланировали на время этих акций массовые беспорядки, вплоть до столкновений людей с полицией. Это будет трактоваться как неспособность киевской власти контролировать ситуацию в столице и регионах. Первой промежуточной датой станет 24 ноября – день саммита Украина-ЕС. Мы знаем именно тех, с кем контактируют российские спецслужбы в Украине. Службы безопасности и правоохранительные органы собирают доказательства. По данным СБУ и внешней разведки руководит реализацией этого плана первый заместитель Суркова Инал Ардзенба. Выпускник высшей школы экономики. Он считается родственником первого президента Абхазии и быстро сделавшим карьеру в администрации российского президента. Меня недавно пригласили на шоу, которое в высшей школе экономики проходило «Эхо Москвы и высшей школы экономики». А и там были разные люди, которые говорили совершенно нелепые тезисы, неправильные, ложные, и тоже люди аплодировали о Путине. Другой фигурант расследования – гражданин Армении Армен Мартиросян. Он координировал реализацию этих планов с украинскими общественными организациями. Из-за Армена Мартиросяна украинские спецслужбы 21 октября под угрозой применения боевой авиации возвратили в Жуляны самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», летевшей из Киева в Минск. «Белавиа-840», поступило указание, вам необходимо вернуться на аэродром вылета. Жуляны, за невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват. А что случилось такое? Вы теперь не могут передать «Белавиа-845» у «840». Вы прибудете, все узнаете. После инцидента Мартиросяна выпустили из страны, а вот Петр Порошенко даже извинился перед президентом Беларуси Александром Лукашенко. Кстати, бывший мэр Одессы Эдуард Гуровец утверждает, что Ардзенба полностью контролирует мэра Одессы Геннадия Труханова, а бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявлял, что заместитель Суркова Инал Ардзенба дестабилизирует обстановку в регионе. На него даже завела прокуратура уголовное дело. Сам Саакашвили тем временем сегодня представил свою новую партию и собирается добиваться досрочных парламентских выборов. «Это движение новое избавится от Верховной Рады Украины и от всей так называемой политической элиты, а на самом деле скопление барыг, которое засело во власти. Его администрация важнее, чтобы они напали на Саакашу. Его администрация все время моей работы в Одессе занималась грубым саботажем работы нашей администрации. Сейчас к нам из студии в Киеве присоединяется Владимир Федорин, основатель Центра свободной экономики имени Кахи Бензукидзе. В студии «Настоящее время» я приветствую обозревателя «Настоящее время» Сакина Аймурзаева. Добрый вечер. Владимир, добрый вечер. И первый вопрос у меня к вам. Вы можете мне объяснить, вы же наверняка видели, как сегодня представлялся Акашвили свою партию, кто эти молодые люди, стоящие вокруг него? Ну, это отчасти люди, которые работали с Михаилом в Одессе. Это люди, которые поддерживают его идеи и работают в Киеве. Я бы сказал, что это такая сборная. Просто мне казалось, что рядом с ним в такой день могли бы встать и известные антикоррупционеры, как, например, Калибр Сергея Лещенко, которые говорили совсем недавно в моей программе о том, что, возможно, координация и даже объединение таких сил, как Еврооптимисты, их партия новая, и партия Сакашвили. Но никаких известных лиц мы там не увидели, только он. Почему так? Ну, я думаю, что это правильнее всего спросить Михаила. Я от себя скажу, что, мне кажется, сегодня Сакашвили сказал достаточно четко, что это начало пути, что это платформа новых сил. Она предназначена для того, чтобы действительно привести в политику, к политической власти в Украине новых людей. И люди из демальянса, люди из объединения внефракционного еврооптимисты, другие молодые активисты, волонтеры, они, я думаю, себя будут прекрасно чувствовать. Владимир, а такой очень приземленный вопрос. Сегодня Михаил много говорил о деньгах. А на какие деньги он собирается эти новые лица представлять, демонстрировать, продвигать? И партия вообще стоит денег? Да, об этом он не подумал, наверное. Смотрите, я имел удовольствие редактировать книгу Михаила Сакашвили, которая называется «Пробуждение силы». И там, мне кажется, достаточно убедительно Михаил объясняет, что партия или политическая сила, которая основана на ценностях, на том, что люди, которые ее составляют, стремятся сделать настоящие изменения, а не прийти во власть для того, чтобы урвать кусок сладкого пирога. Это достаточно дешевая история. И это первое. И второе. Мы же понимаем, что в стране, где очень мощное волонтерское движение, где, к сожалению, до сих пор условия ведения бизнеса до сих пор худшие в Европе, достаточно людей, которые способны поддержать, а не купить политическое движение. Поэтому мне, если честно, этот приземленный вопрос кажется таким третьим. Да, вы на него очень возвышенно ответили, надо заметить. Я на него ответил не возвышенно, я на него ответил с точки зрения, извините, экономического анализа. Если люди действительно видят в политике средства зарабатывать, это очень дорого. Если люди видят в политике средства изменить жизнь свою, жизнь страны, это, я вас уверяю, гораздо дешевле. Просто агитация стоит денег, а работа на энтузиазме, она обычно рассчитывается на короткое. Ну вот сколько стоила сегодняшняя пресс-конференция, Тимур? Я думаю, почти ничего. Я думаю, что из-за таких множества почти ничего и складывается бюджет. Ну давайте тогда к самой пресс-конференции, к речи Михаила. Он достаточно жестко и вообще в последние дни себе позволяет достаточно жестко говорить о президенте. Вот мы сейчас все наблюдаем, как Трамп входит в ролик, с каким уважением относится к институту президентства в Штатах. Зачем это делает Михаил? Зачем он так резко разрушает этот институт сейчас в Украине? Ну, во-первых, если вы внимательно следили за сегодняшней пресс-конференцией, там было сказано, что Михаил с большим уважением относится к институту президентства в Украине. Это первое. Второе, как бы история нелегких взаимоотношений администрации Одесской области с центром, с президентской администрацией. Ну, вы тоже это слышали. Мне кажется, что в данном случае Михаил решил, что это важный фактор, в том числе для граждан Украины, понимать, есть ли действительно на самом верху воля к реформам, или там возобладали какие-то другие интересы и совсем другие ценности, совсем другие цели. Как Мендукидзе, центр имени которого вы соучредителем являетесь, мне кажется, немало приложил сил для сотворения грузинских реформ. Мы могли бы или кто-нибудь из соучредителей вашего центра помочь сейчас Михаил Саакашвили? Почему вы ему не помогли в достаточной мере в Одессе? Почему там это не получилось? Что значит помогли? Убирать улицы или что? Нет, нет, нет. Теоретическую базу для реформ проводить. Тут вот хотелось бы короткий ответ получить, насколько... Теоретическая база для реформ, на самом деле, Михаил, начиная с прошлого года, с антикоррупционного форума в Киеве, достаточно четко излагает, что необходимо поменять на центральном уровне от военной реформы до диригулирования. Как Мендукидзе знал, как поменять? Вот в чем дело. А Саакашвили предлагает, что поменять? Ну, как Мендукидзе знал, как поменять, и, собственно, когда у него возникла такая возможность, он это и поменял. Мы, центр Мендукидзе, на самом деле, сейчас вместе с другими аналитическими центрами, фингтенками готовим план действий для Украины, как раз для того, чтобы у страны, у украинского общества появилась возможность увидеть, какая же именно дорожная карта настоящих реформ, а не вот таких вот, к сожалению, реформ из-под плетки, из-под палки, которые проводятся сейчас. Спасибо большое, Владимир Федорин, сооснователь центра имени Каха Бендукидзе. Сакена Мурзаев, образователь настоящего времени в моей студии в Праге. Спасибо. К фигуре Саакашвили и судьбе его грузинской партии «Единое национальное движение» мы вернемся позже в нашей программе, а сейчас к другим новостям из Украины. Языковой вопрос вновь на повестке дня в Украине. На прошедшей неделе в силу вступил закон, который вводит строгие квоты на национальный язык в украинском музыкальном радиоэфире. Теперь в сутки радиостанции должны транслировать не менее 35% музыкальной продукции на украинском языке. Это решение вызвало споры и в профессиональном сообществе, и среди музыкантов, как радиостанции собираются исполнять требования нового закона в репортаже Юлии Горичевой. Это просто психология, ничего лишнего. Ридные мовы на украинском радио слишком мало посчитали власти и обязали ведущих половину своего эфирного времени в прайм-тайм говорить на национальном языке. Кроме того, теперь примерно каждая третья песня на радио должна быть на украинском. Украинский радиоэфир теперь под серьезным контролем. В национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания пишут все. Установили 32 магнитофона для каждой станции отдельный. Записываем эфиры круглосуточно и мониторим круглосуточно. Наши работники будут сидеть и считать количество песен. Например, если сыграли 100, 25 из них должны быть на украинском. Соблюдают ли закон радиоведущие, контролеры будут проверять секундомером в руках. Берется эфир и засекается так. Эта реплика была 3 секунды, а эта реплика минуту на украинском языке. Сложная работа. Радиостанциям сложнее. Некоторым, чтобы не нарушить закон, пришлось менять формат. Самое святое для радио. Директор станции Лаунж-Вэм говорит, раньше на этой волне песен вообще не было. Только релакс мелодии. Специфика жанра такая, что стандартная куплетная песенная форма, которая используется в хитовых песнях, в поп-музыке, она неприменима к такой музыке. Нам не было смысла ставить такую музыку. Мы о другом жанре. Теперь в плейлисте около сотни песен на украинском. И те директор радио долго подбирал. Говорит, профессиональной музыки на украинском языке не так много. А музыкальный репертуар нужно часто обновлять, чтобы не надоедал. С разнообразием, считает, будут проблемы. Одно из главных моих опасений в том, что мы не сможем найти нужное количество музыки для быстрого обновления, и плейлист будет выгорать, я так это называю. То есть, если музыканты будут писать музыку в достаточном количестве, чтобы мы могли ее ставить, а слушать или слушать и поддерживать станцию, то тогда, конечно же, все будет хорошо. Если вдруг у радиостанции возникнет проблема с поиском украиноязычной музыки, мы им поможем. Это митинг украинских артистов, тех из них, кто с квотами и согласен. Считают, что песни на украинском достаточно, и жалуются, что раньше в эфир пробиться было практически невозможно. Радиостанции предпочитали зарубежную повсю. Это разумно. Мне говорили, что моя песня слишком умная или слишком грустная. Почему мы отдаем нашего слушателя западным артистам, российским артистам? К Рыхицке бояться действительно нечего. Она поет и пела на украинском всегда. А вот певец Вадим Казаков, солист одесского рок-бэнда «Чеширс», поет по-русски. Сейчас группа записывает новый альбом и мечтает попасть на радио. Мне действительно нравится многое из того, что у нас делается. И делается на украинском, это замечательно. Но, черт возьми, я не хотел бы, чтобы меня заставляли делать что-то на украинском. Нужно писать на том языке, на каком ты думаешь. Такого же мнения и известный радиоведущий Матвей Конопольский. Он пообещал покинуть эфир, если ему будут указывать, на каком языке говорить. Его коллегам Экола Вереса наоборот. Считает, эфиры нужно было сделать украинскими полностью. Если бы этот закон приняли на втором году независимости Украины, я бы еще понял. А на 25-м это к психиатру нужно обратиться, если они требуют всего 50% говорить на национальном языке. Те, у кого это не получится, пусть эмигрируют. С Россией у нас, с одной стороны, сейчас война, а с другой происходит какая-то культурная экспансия. Автор закона Виктория Сюмар не скрывает, что он больше про политику. Власти приучают любить свой язык. В рамках кампании в поддержку квот Сюмар организовала флешмоб. Призвала всех постить в соцсетях украинские песни. Музыкальный клип у себя на страничке разместил даже президент. Будут ли украинские радиостанции также охотно ставить песни в своих эфирах, как это делали пользователи соцсетей, неясно. Первые результаты проверки нацсовет представит через неделю. За несоблюдение квоты станции будут штрафовать. Закон о квотах в музыкальном эфире поддержали несколько депутатских групп, в том числе и депутаты Радикальной партии. Ну а отменить закон требует члены оппозиционного блока. Андрей Лазовой, депутат Радикальной партии. Николай Скорик, депутат из оппозиционного блока. Продолжают спорить об этом в нашей студии в настоящее время и продолжали спорить. Вашему вниманию фрагмент этой беседы. Рассказывать о том, что нынешняя власть защищает действительно украинский язык, защищает Украину, защищает действительно украинский патриотизм, это просто миф, который украинская власть распространяет по миру для диаспоры, для того, чтобы диаспора вроде бы их поддерживала. Фактически это запрещение русскоязычных песен ни к чему хорошему не ведет, кроме того, что нормальный контент исчезнет с украинских радиостанций. Украинский контент ненормальный. Вы так считаете? Коллеги, я хочу задать вопрос, поэтому... Да, спасибо, что вы мне дали сказать. Я хочу просто ответить, Николай, вам за Андрея, потому что он почему-то об этом не говорит, что если говорить о притеснении украинского языка в Украине сегодня, то надо привести, извините, в пример трансляции российских федеральных каналов, которые до недавнего времени занимали основное, в общем, пространство в украинских СМИ, в украинском эфире, а на востоке Украины... Я с этим согласен. Я такого не помню. А вот как же вы не помните, когда... Ну как это, как говорится страна, и я российский канал там не видел. Николай, ну не надо манипулировать уж так. Можно я несколько слов скажу в ответ? Медиа-компании, они не очень себя ведут правильно, если смотреть в сторону украинского будущего. На радио очень редко можно было услышать украинскую песню. Более того, очень хорошую вещь написал Святослав Вакарчук, которому точно грех было жаловаться, которого многие радиостанции до закона о квотах крутили каждые 10 минут, который имеет там огромную популярность на территории Российской Федерации, среди русскоязычного населения. Очень правильную вещь сказал Святослав. О том, что как раз шанс, этот закон открывает шанс для того, что у нас огромное количество талантливых коллективов, исполнителей на украинском языке, которым очень сложно пробиться, очень сложно дойти к своему слушателю, через то, что их нет на радио, их нет на телевидении. И я думаю, что закон о квотах, который я уверен, что это закон не против, а закон за, и он откроет огромные двери для молодых украинских исполнителей талантов. Более того, я хотел бы призвать и Министерство культуры, и Кабмин идти дальше. Открывайте новые площадки, сделайте украинское модным, хорошим в значении слова. И поэтому, безусловно, закон о квотах позитивный. Никакой в нем нет мести. Месть и справедливость – это разные. Андрей, отлично. Теперь вопрос Николаю. Поможет ли закон, на ваш взгляд, поднять, например, на радиостанциях, повысить популярность украинской музыки? Я считаю, что популярность украинской музыки, и ни в коем случае, вот есть такая фраза на украинском языке, она звучит как синдром меньшевартости. Это когда все время украинцам навязывалась такая мысль о том, что они там слабее, чем кто-то. Я прошу прощения, что я вас переварю, но не могу это спокойно слушать. Тогда я встану и пойду, Андрей. Русская власть, и подконтрольная ею территория. Останьтесь у нас полторы минуты. Моя вина, мы начали с вами спорить о том, что лучше, русская или украинская. Я хочу, чтобы с вами деньги посчитали. Давайте мы, Николай, с вами попробуем понять. Если вы, конечно, считали деньги, оппонируя этому закону, который уже вступил в силу, что о нем спорить? Украинские медиахолдинги и радиостанции потеряют или приобретут? И если приобретут, то сколько? Вы знаете, я к этому, этот закон комментировал, исключительно не специалист в медиабизнесе, я этот закон комментировал исключительно как слушатель и как зритель, и как гражданин Украины. Я считаю, что в этом плане потеряют именно зрители, слушатели, среднестатистические граждане Украины, которые должны иметь право выбора в том, что им слушать. Это не значит, что каким-то образом принижается украинская культура или украинский язык. Это значит, что человек, включив радиостанцию, может послушать лучшую музыку, ту, которую он хочет. Николай, но, к сожалению, не слушатель выбирает, а редактор выбирает. Другим новостям, в Америке в разных городах третий день продолжаются беспорядки. Демонстранты протестуют против избрания Дональда Трампа президентом. В ночь на четверг самые крупные выступления прошли в Портленде, штат Регон. Полиция задержала 26 человек. В среду, когда начались беспорядки, в разных городах Америки было задержано всего 124 человека. Подробности у Екатерины Бучневой. Мирные протесты против избрания Трампа президентом США переросли в беспорядки. В ночь на пятницу в Портленде, штат Регон, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Наиболее агрессивные вскоре стали бросать камни в полицейских, крушить витрины и машины, поджигать мусорные баки. Другие демонстранты пытались их остановить, что лишь привело к столкновениям. Полиция попыталась разогнать протестующих, а в толпу полетели шашки со слезоточивым газом и резиновые пули, арестованные более 20 человек. В Окленде сотни демонстрантов перекрыли крупную автомагистраль. В Денвере, штат Колорадо, в протестах приняли участие около 3 тысяч человек. Лозунги «Трампа на свалку» и «Трамп уходи» звучали и на улицах Чикаго. В Нью-Йорке сотни человек пришли к Трамп Тауэр, а в Вашингтоне — к отелю «Трамп Интернешнл». Больше всего недовольство. Там вызвало обещание Трампа выслать из страны 11 миллионов нелегальных мигрантов. Мои ученики из эмигрантских семей сбиты с толку. Они задают мне один и тот же вопрос. Меня депортируют? Во всех классах один и тот же вопрос. Что мы им ответим? Почему? Потому что любовь побеждает ненависть. Сам Трамп назвал участников митингов профессиональными протестующими, разодоренными СМИ, а позже заявил, что рад тому, что они так страстно ратуют за судьбу страны. Тем временем республиканская партия призвала демонстрантов дать избранному президенту шанс. А телеканал Fox News заподозрил протестующих в корысти. Якобы в Остине их организованно свозили автобусами. А в Сиэтле в соцсетях появились объявления о наборе, цитата, штатных активистов. При этом уличные протесты — не единственная проблема миллиардера. Суд Калифорнии отказался откладывать рассмотрение иска к университету Трампа, закрывшемуся в 2010 году. Его бывшие студенты обвиняют онлайн-вуз в мошенничестве. Они заплатили деньги, а учили их якобы непрофессионалы, даже бывшая продавщица украшений. Пора начать слушание. Наши клиенты ждали 6,5 лет. При этом многие из них в преклонном возрасте. Тем временем в интернете набирает популярность призыв к выборщикам переголосовать за Клинтон. Авторы обращения отмечают, за бывшего госсекретаря проголосовало большее число избирателей. Петицию подписали уже более 2 миллионов человек. Екатерина Бучнева. Настоящее время. Вернемся в Россию. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев во время визита в Белград в Сербии извинился за россиян, готовивших переворот в Черногории. Об этом сегодня пишет газета «Гардиан» со ссылкой на неназванные источники, близкие к сербскому правительству. В начале ноября прокуратура Черногории сообщала о предотвращении покушения на премьера Мила Джукановича. Возле дома его родителей в лесу спецслужбы обнаружили схрон с оружием. Накануне парламентских выборов в Черногории «Гардиан» написала, что Сербия выслала из страны россиян, причастных к подготовке терактов в Черногории. Они якобы хотели сорвать планы по вступлению балканской страны в НАТО. Позже черногорские СМИ сообщили о следе неких российских националистов. Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «Гардиан» врунами дня за статью об извинении Патрушева и назвала это классической провокацией. Это классическая провокация, заключающаяся в распространении заведомо ложной информации. И тому есть неопровержимое доказательство. Никто из изданий не звонил ни в аппарат Совбеза России, ни в пресс-центр МИД с целью подтвердить или опровергнуть данную информацию. Такой подход полностью противоречит требованиям, предъявляемым к сотрудникам западных изданий. А вот бывший посол США в России Майкл Макфол попал под российские санкции. Об этом он сам написал у себя в Твиттере и в Фейсбуке. Макфолу запретили въезд в Россию, по его словам, из-за близости с президентом Обамой. Макфол — советник президента. О запрете на въезд он узнал, когда подал документы на российскую визу. Макфол пишет, что собирался приехать в Москву в декабре после избрания Хиллари Клинтон, но она проиграла выборы. Источник Интерфакса в МИДе России заявил, что дипломаты включили в ответный список, цитата, за активное участие в разрушении двусторонних отношений и последовательное лоббирование кампании давления на Россию. Во вторник Майкл Макфол, будучи соратником Хиллари Клинтон, кстати, написал в Твиттере, «Путин вмешался в наши выборы и преуспел. Молодец». «Молодец» было написано, кстати, по-русски. После твит был удален, но официальный представитель МИД России Мария Захарова его успела раскритиковать, а сам Макфол надеется, что в черный список он занесен не навсегда. В разных городах России сегодня проходят акции протеста водителей-дальнобойщиков, приуроченные к годовщине введения системы взимания платы с грузовиков «Платон». В Москве полиция задержала протестующих водителей и журналистов, всего 13 человек. Все они были доставлены в ОВД «Химки», позже журналистов отпустили. С момента введения системы «Платон» с каждого грузовика взимается рубль 53 копейки за километр, а с февраля тариф собираются поднять до 2 рублей 61 копейки. Акции протеста водителей против новых сборов прокатились по всей стране, но разрешили их власти, в общем-то, не везде, чем недовольны переводчики сейчас, выясняет собственный корреспондент «Настоящего времени» в Петербурге Юрий Бронюк. Самое главное, что произошло для нас, это то, что мы объединились. Мы уже сейчас не каждый сам за себя, мы, понимаете, мы организация. Урал, Поволжье, Москва, Петербург, по всей России. Сегодня утром перевозчики вышли на маршрут протеста целый год. Водители большегрузов вынуждены платить 1 рубль 53 копейки за каждый километр проезда по федеральным трассам. И еще транспортный налог, напоминают дальнобойщики Кирова. И это не все. В итоге и тут, и тут нас опять это самое обманули. Еще акциз, и акциз накрутили. То, что с апреля месяца акциз опять поднялся. Так что, сколько с нас можно шкуры-то драть? В Оренбурге власти акцию разрешили. Водители говорят, на митинг пришли не только как дальнобойщики, но и как потребители. Они предупреждают, из-за платных дорог цены в магазинах уже в 2017-м могут вырасти на 20%. При этом люди не понимают, куда ушли миллиарды рублей, собранные с начала года. А деньги те, которые уже на сегодняшний момент собраны, как заявляет Минтранс, и кричат, что сделано много километров дорог. Ну, наши люди ездят везде, нигде дороги практически не делаются. Там заявляли даже, если, насколько вы помните, вот далеко ходить не будем, рядом у нас здесь, да, Уфа, сделали какой-то мост. Так его строили пять лет. И закончили вы концовки, да, причем здесь платон. В Петербурге митинг с властями не согласовали. В последний момент дальнобойщикам прислали запрет на проведение акции. Еще раньше водителей на место приехали полицейские и ОМОН. Но с шоферами они решили не спорить. Даже флаги и транспаранты разрешили. Самое основное требование – это отмена платона, конечно же. Она так, как была, так и осталась. Самое актуальное требование. Добавилось еще много чего. Антикористационные законы введенные. Нам запрещают даже вплоть до того делать автопробеги. Это уже вводится на законном основании. То, что противоречит Конституции, даже 31 статье Конституции. В Петербурге дальнобойщики Колонной проехали больше 10 километров. Но не стали митинговать у дверей скандального офиса Платона. Хотя именно местные предприниматели были одними из самых активных участников протестного движения. В разное время в течение года организовывали так называемые улитки. Тягачи занимали все полосы и двигались с минимальной скоростью. Сегодня ничего подобного делать не стали. В офисе Платона ничто не напоминает о годовщине протеста. В компании Платон о протесте дальнобойщиков знают. Но, похоже, всероссийскую акцию всерьез не воспринимают. Так, в северо-западном управлении считают, что, например, в Петербурге недовольных всего несколько десятков человек. Свою работу без скромности здесь оценивают на пять с плюсом. Говорят, за пользование дорогами на северо-западе платят 95% большегрузов. На юге страны показатели еще выше. А всего с водителей собрали уже 16,5 миллиардов рублей. Как итог, якобы отремонтировали тысячу километров дорог и построили или реконструировали 31 мост. В будущем обещают собирать еще больше денег. До конца года планируют довести цифру до 20 миллиардов. По всей стране будет развернуто свыше 480 рамок стационарного контроля, продолжат работу маршрутные, системы мобильного контроля. Я думаю, что собираемся, безусловно, вырастет. Сборы, конечно, вырастут. В правительстве уже предложили повысить плату с полутора до трех рублей за километр. Но это не выход, считает президент Ассоциации груз-автотранс Владимир Матягин. Он, с одной стороны, за платон. Система помогла вывести на чистую воду тех, кто раньше не платил налоги и держал свой бизнес в тени. С другой стороны, такие коммерсанты снова придумали, как не платить за проезд по федеральным трассам. В итоге страдают добросовестные перевозчики. Матягин настаивает, надо не тариф повышать, а собираемость. В том году было где-то в начале года, точнее в конце года, в начале этого года, было зарегистрировано в системе Платон порядка 350 тысяч автомобилей. Собираемость 40 миллионов в день была. На сегодняшний момент зарегистрировано в системе 760 тысяч автомобилей. Собираемость 50 миллионов. То есть в два с чем-то раза было увеличено общий объем транспорта, а собираемость всего повысилась на 20-25%. Кроме того, четверть больше грузов вообще до сих пор не зарегистрированы в системе Платон. И среди таких есть те, кто принципиально не будут устанавливать транспондер или платить по маршрутным картам. Ответственность не пугает. А где у вас Платон? У меня его нет и никогда не будет. Потому что мы как бы против этого. Мы не будем его устанавливать. Куда эти деньги уходят? И как в частные руки. За этот год власти планируют собрать с дальнобойщиков 20 миллиардов рублей. Больше половины из них уйдет Игорю Рутенбергу, сыну бывшего спарринг-партнера Владимира Путина подзюдо Аркадия Рутенберга. Именно Рутенберг-младший владеет оператором системы Платон, компании RT-инвест транспортной системы, которая ежегодно по договору получает от государства за свои услуги более 10 миллиардов. А россияне получат рост цен, уверен бизнесмен Дмитрий Потапенко. Больше 70% на сегодняшний день товаров перевозится именно автомобильным транспортом. Поэтому результаты, на мой взгляд, плачевны. Более того, с рынка уходит все больше и больше частных перевозчиков, что устраняет конкуренцию. Кроме того, с учетом потерь бюджета от вынужденной отмены транспортного налога для большегрузов, выгода государства от Платона стала меньше – порядка 4 миллиардов рублей. Дальнейшее повышение тарифов – единственная возможность сделать систему Платон прибыльной. Так что дальнобойщикам еще придется вспомнить о митингах и улитках. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Кстати, в Украине Михаил Саакашвили занимается партстроительством. Я уже об этом говорил сегодня. А в Грузии в его партии «Единое национальное движение» окончательно оформился раскол. С ума с бродой назвал Саакашвили ряд своих бывших соратников. Кого он имел в виду в Тбилиси, выясняет Звят Чедлишвили. «Единое национальное движение» – детища Михаила Саакашвили. Партия, созданная им еще в 2001 году. В течение всего первых трех лет своего существования эта политическая сила под руководством харизматичного Саакашвили сумела сыграть ключевую роль в революции Рос и возглавить государство. Однако теперь отец-основатель партии, в которой он сейчас занимает должность председателя, может остаться не у дел. Экс-президент Грузии и уже бывший губернатор Одесской области Украины признается, между ним и некоторыми лидерами ЕНД имеются серьезные разногласия. «С сумасбродными людьми, в том числе в руководстве партии, которые допустили массу ошибок, заведомо расписались в поражении, при этом говоря, что проблема в Саакашвили, я не хочу иметь никаких дел». Сразу после поражения ЕНД на прошедших парламентских выборах в Грузии, Саакашвили из Украины призвал соратников отказаться от мандатов и бойкотировать работу парламента, в котором националы получили всего 27 мест из 150. В свою очередь большинство членов полицовета ЕНД, до того сами обвинявшие власти в фальсификации итогов выборов, тем не менее решили занять депутатские кресла. Более того, некоторые националы посчитали, что партии необходимо дистанцироваться от одиозной фигуры Саакашвили. Видимо, это окончательно вывело из себя экс-президента. Саакашвили хоть и не называет адресатов своей гневной речи, грузинские политики, тем не менее, догадываются, о ком может идти речь. Не исключаю, что под сумасбродами подразумеваются представители так называемой группы Гиги Бокерия. Это крыло, которое считает, что партия нуждается в серьёзном обновлении. Сам экс-глава Совета национальной безопасности Грузии, ныне один из лидеров ЕНД Гига Бокерия, не стал делать предположения относительно адресатов речи Саакашвили. Но в очередной раз дал понять, полицовет партии своего решения не изменит, и националы займут места в парламенте. Ренос процессов на улице позволил бы нам лишь выпустить пар. Ничего хорошего ни стране, ни партии, ни победе над Иванишвили это бы не принесло. Повторяю, мы приняли правильное решение. В правящей грузинской мечте тем временем полагают, что в стане их оппонентов начался процесс перераспределения ролей и влияния. По своему характеру, эта партия, скажем так, является агрессивной, с напором. Когда такая сила оказывается в оппозиции, то агрессия начинает играть деструктивную роль уже внутри самой команды. Последствия всего этого мы увидим в будущем. Тем не менее, сами представители нас движения утверждают, Михаил Саакашвили остаётся в партии. Но, судя по всему, кто-то желает видеть его там лидером, а кто-то лишь просто соратником. Дело в том, что некоторые представители партийной верхушки разделяют позицию Саакашвили и уже дали понять. Они не намерены оставлять его за бортом и готовы последовать за ним. А потому многие в Грузии считают, что на этот раз главная оппозиционная партия действительно оказалась на грани раскола. Осталось его лишь оформить. Звиатом Чедрешвили Гурам Рогава специально для настоящего времени Грузия от Пелеси. Сегодня во многих странах мира отмечается годовщина окончания Первой мировой войны. Многие люди вешают себе на одежду знак памяти красный мак. 98 лет назад, 11 ноября 1918 года, было подписано Компьенское соглашение. Потери армии стран-участниц этой войны составили около 10 миллионов человек. Оценки потерь гражданского населения до сих пор очень приблизительны. Только от голода эпидемии погибло не меньше 20 миллионов. О дне памяти рассказывает Артём Шануров. День перемирия. День памяти. День ветеранов. У праздника, который отмечают 11 ноября, много названий. 98 лет назад было подписано Компьенское соглашение, положившее конец Первой мировой войне. В ней принял участие премьер-министр страны Майклэм Тернбулл. Праздниства были посвящены не только годовщине окончания войны, но и юбилею открытия австралийского военного мемориала. Ему исполнилось 75 лет. Во время церемонии состоялся парад Австралийской Федеральной Гвардии, после чего глава правительства и генерал-губернатор возложили венки к мемориалу памяти жертв военных конфликтов. Великобритания в 11 часов утра пятницы погрузилась в тишину. Люди двумя минутами молчания почтили память погибших во время войн. Главным местом сбора британцев стал район мемориала Кеннетов и Трафальгарская площадь. Принц Гарри возглавил церемонию в Национальном военном мемориале в Сафоршире. Он возложил венок к памятнику и прочитал поэму Руперта Брука «Солдат», написанную в начале Первой мировой. Официальные мероприятия с участием королевской семьи и ведущих политиков традиционно пройдут в Британии 13 ноября в поминальное воскресенье. Во Франции главная памятная церемония прошла около Триумфальной арки и могилы неизвестного солдата. Туда приехал президент страны Франсуа Аланд. Компанию ему составил бывший глава государства Николя Саркази. В сражениях Первой мировой принимали участие почти 8,5 миллионов французов. Из них погибли миллион и 300 тысяч. Нынешний день памяти проходит накануне первой годовщины нападений исламистов в Париже и его пригородах. 13 ноября 2015 года в результате серии атак погибли 130 человек. Около 350 получили ранения. Нападения стали крупнейшими в истории Франции по числу жертв. В Монреале, городе, где родился Леонард Коэн, сегодня приспустили национальные флаги в знак траура по музыканту. Он умер в Лос-Анджелесе на 83-м году жизни. Виктор Кулиганик о Леонарде Коэне. Леонард Коэн, сын эмигрантов из Польши и Литвы, родился в 1934 году в Монреале. Учился в еврейской школе, как и многие его сверстники, играл на гитаре и писал стихи. В середине 50-х выпустил несколько поэтических сборников и после окончания университета уехал жить на греческий остров, где встретил свою первую любовь и музу Мариану и Лен. Молодой Коэн живет со своей возлюбленной в Греции, пишет стихи и прозу и постепенно занимает свое место среди литераторов эпохи битничества. «Еще в детстве меня тронула музыка и одухотворенность речей, которые я слышал в синагоге. Все было там таким важным. Я всегда полагал, что мир был создан при помощи слов, и поэтому всегда видел неземной свет в этих речах. И это то, к чему я всегда хотел быть причастен». Свою музыкальную карьеру Коэн начал довольно поздно. Ему было 32 года, когда в Америке он познакомился со знаменитой фолк-певицей Джуди Коллинз, которая, послушав его песни, настоятельно порекомендовала ему начать сольную карьеру. За последующие годы музыкантам было записано полтора десятка альбомов, некоторые из которых стали платиновыми и отыграно бесчетное количество концертов по всему миру. Имя Коэна было внесено в Американский зал славы рок-н-ролла. Но сам музыкант признавался, что сочинение песен – процесс очень тяжелый и долгий. «Несколько лет назад мы с Бобом Диланом пили кофе в Париже. В то время он исполнял песню «Халлилуйя» на своих концертах и спросил меня, сколько времени ушло на ее написание. Я сказал «два года, почти целиком». Он был в шоке. Затем мы заговорили о его песне «I and I». И я спросил, сколько времени ты потратил на то, чтобы написать ее. Он сказал «практически 15 минут». Я чуть не упал со стула. И самое смешное в том, что я соврал. На самом деле на «Халлилуйя» ушло почти пять лет. Конечно, и он соврал. У него, наверное, ушло минут десять. К началу девяностых Леонард Коуэн настолько устал от концертов, пристального внимания публике, да и пожалует самого себя, что в своем гастрольном туре 93-го года перед каждым выходом на сцену он выпивал по три бутылки красного вина и выкуривал по три пачки сигарет в день. В 1995 году музыкант заканчивает свои отношения с шоу-бизнесом и уходит в буддийский монастырь, принимает имя Джигхан, что означает «молчание», и становится дзенским монахом. Я чувствую необычайную легкость от того, что не беспокоюсь о своем счастье. Хотя, конечно, есть вещи, которые делают меня счастливым. Когда я вижу, что у моих детей все хорошо, и когда я смотрю на собаку своей дочери. А еще бокал вина. Поклонники творчества Коуэна уже не ожидали больше увидеть его на сцене и услышать его новых песен. Но, как говорится в старинной пословице, не было бы счастья, да несчастье помогло. Во время отшельничества Леонардо Коуэна его бывший менеджер украл практически все деньги со счета музыканта, а это больше пяти миллионов долларов. Бедственное финансовое положение заставило 70-летнего Коуэна покинуть монастырь и вернуться на сцену. Я бы не хотел производить впечатление особого знатока музыки, но все же я чуть лучше, чем принято полагать. Знаете, люди поговаривают, что я владею всего тремя аккордами, в то время как на самом деле я знаю целых пять. За последующие 15 лет Коуэном было записано 5 студийных и 3 концертных альбома. Свою последнюю пластинку, которая, по мнению многих критиков, является лучшей работой музыканта в 21 веке, Коуэн презентовал за три недели до смерти, а за несколько месяцев до этого музыкант написал письмо своей первой возлюбленной Мариане Илен. Она к тому моменту была уже неизлечимо больна. Что ж, Мариана, вот и пришло время, когда мы по-настоящему постарели, и наши тела подводят нас. И я думаю, что последую за тобой очень скоро. Знай, я совсем рядом. И если ты протянешь руку, полагаю, ты сможешь нащупать мою. Я на этом с вами прощаюсь, а программа продолжается. Я Тимур Олевский, вернусь в эту студию в понедельник, обязательно вам расскажу что-то новое. В воскресенье смотрите итоговую программу моей коллеги Шахида Якуб, а прямо сейчас интервью с протодиаконом Андреем Кураевым, которому задали вопросы мои коллеги Сакиной Мурзаев и Кирилл Михайлов. Пока. Вот вы говорите о властолюбии, да, о том, как у патриарха образ власти вызывает некие эмоции. Это персональные чувства или завтра все поменяется, и он также осветит памятник Дмитрию Донскому, например? Властолюбие – это не любовь к тем, кто у власти, это любовь к себе у власти. То есть желание все контролировать. И это, простите, видно через даже телекартинку. Отец Андрей, я бы сейчас предложил немножко отвлечься от личности патриарха. Вот такой вопрос о месте русской церкви в политике. В доминирующем в последнее время таком... Место русской церкви в политике. То есть до той поры, пока... То есть есть эта симфония взаимной поддержки, до той минуты, пока доверенные социологи не донесут первому лицу в государстве, что личный рейтинг патриарха в ваш рейтинг тянет вниз. То есть если патриарх и станет не крыльями, поднимающими ввысь рейтинг власти, а станет грузилом, вот тогда все может очень быстро измениться. А к этому дело идет. Почему? Ну как-то вот не получается. У патриарха нормальный диалог с обществом. Это, я думаю, это его вина. Потому что он этого диалога тщательно избегает. Полностью уходит из никого онлайна, никого честного общения. Ответ только на заранее заготовленные записки, заранее отобранные людьми и так далее. Никого объяснения мотивов своих действий. А ведь... Ну, ты не доверяешь людям. Ты им не объясняешь, ни на что ты собираешь деньги церковные, ни на что ты их тратишь. Ни мотивы своих наказаний или своих наград. Никаких мотивов объяснений нет. Вот у меня как раз вопрос... Поэтому нет и доверия. ...именно к той теме, которую вы затронули. В последнее время из медийного пространства исчезли фактически два очень ярких представителя от церкви консервативного популизма. Это вот имеется в виду протерей Фсел Чаплин, который лишился своей должности, протерей Дмитрий Смирнов, который просто почему-то стал меньше выступать. В ряду таких людей, как Яровая, Мизулина, Железняк и так далее, и так далее. И не появилось новых фигур. Или, по крайней мере, я не видел их, потому что я внимательно за этим слежу. Значит ли это, что церковь дистанцируется от этого консервативно-популистского дискурса? Нет, ни малейшей степени. Просто дело в том, что, во-первых, ну, я думаю, патриарху все равно очень хочется остаться единственным спикером. И тут даже митрополит Ильон начинает немножко накирать, кажется ему. Во-вторых, да, есть попытка киевского беженца отца Андрея Ткачева натянуть на этот масштаб. Заменить Кураева на Ткачева, как бы это многие прямо говорят. Но тут есть некоторые минусы. Один из них это пьяный эфир отца Андрея, и пьяные проповеди, которые время-тременно случаются и становятся медийными сенсациями. Второе, простите, малороссийский говор. Все-таки, если вы хотите сделать российского спикера для России, то, к минимуму, надо переучить его на правила московской фонетики. Отдать на курсы Большого театра, например. Вот с этим там проблема. А давайте вернемся к теме, которую вы упомянули. Непрозрачность финансов церкви. Последняя громкая история, история, связанная с банком Пересвет. 37%, если я правильно помню, принадлежит хозяйственному отделу московской патриархии. Что произошло? Что такое был этот банк для церкви? Ну, об этом, что называется, церковное руководство никогда ничего не рассказывало. Не о банке Пересвет, не о банке Софрина, который годом назад рухнул. То есть, вот, церковные деньги, это как-то... Только банк Софрина, лицензия была отознана в 14-м году. Ну, да. Видите ли, есть старые слова, чуть ли не на Златоусте, из древности. Деньги церкви, это деньги бедных. В том смысле, что это деньги, которые собираются для бедных, чтобы потом быть розданными им. Вот ничего такого сегодня не наблюдается. Деньги с бедных собираются, бывают, да. И куда-то уходят в неизвестные выси. Куда? Вы знаете, в моей голове, когда я об этом думаю, возникает кризис сферы. Конфликт науки-религии. Потому что, с точки зрения науки, я с детства помню, с учебника математики, задачку про две трубы в одном бассейне. Через трубу А выливаются, через трубу Б выливаются. Вот за 30 лет, проведенных в церковном аппарате, в разных должностях, местах и так далее, я видел много труб, по которым вливаются. Деньги в высокий церковный бюджет. Но я не смог, сколько ни нырял, не смог найти ни одной трубы, по которой это выливается. Не в пользу какого-нибудь одного человека. Содержание своего шофера, своей кухарки, прачки и так далее, своей дачи. А чтобы какой-то конкретно сгонопроект, который финансировался бы за счет денег, собранных, что называется, с приходов, с прихожан, с вещными доходами. Но вот православная энциклопедия, это очень большой финансово-емкий проект. А там спонсоры есть, простите. Только спонсоры, да? То есть я говорю конкретно именно о деньгах, которые собираются с прихожан. Требно-свечные деньги. Вот я о ней говорю, да? Вот эти деньги непонятно куда исчезают. Были ли они в этом банке, тоже неизвестно. Но тоже есть такая конспирологическая версия, что это одна из, опять же, таких милых спецопераций, опять же, Кремля для того, чтобы лишить патриархию, в том числе и видимости финансовой независимости, и, опять же, сделать ее более управляющим. Это вот к тому разговору, о котором вы упомянули, что патриарх, тянущий Путина вниз, получает ответ. Это ответ? Мы уже сейчас видим эти действия? Нет, нет, нет. Помните, потому что на рейтинге патриарха, это, опять же, можно сказать, только негативно, но нет, это не решает проблемы. Скорее, это, опять же, показатель того, что надо быть совсем рядом. Атец Андрей, а давайте вернемся к теме Украины. Потому что, понимаете, я думаю, что не только мне, митрополит Кириллу, был ее год и говорил, что если церковь хочет быть независимой, она должна быть финансово самостоятельной, чтобы не было нужды даже в спорте. В этом смысле, вот сейчас с Украиной ситуация, Москва получает деньги оттуда? Нет, она никогда не получала. Нет от сказки филоретской пропаганды. Хорошо, тогда еще про Украину. Понимают ли отцы синода, русской православной церкви, условно говоря, говорят ли они себе, мы ее потеряли? Они это понимают? Думаю, что нет. А потом, опять же, значит, мы потеряли, наши и так далее. Но не поминают патриарха во многих храмах. Ну и что? Я, например, скажу иначе. А когда Россия избавится от украинского гнета? Уже избавилась архиерея украинского происхождения в прошлом? Ну, киевский митрополит, первый член синода нашего синода. То есть, патриарх не имеет права в мухастранскую любви направить епископа без подписи киевского митрополита. Обратное не работает. Киевский митрополит имеет право любого епископа, назначить переместить по Украине, не спрашивая разрешения патриарха и не согласовываясь с ним. Так кто кого контролирует? Ну, это же формальная подпись. Тем не менее. А на неформальном уровне, тем более, все зависит исключительно от настроения владыки Ануфрии киевского. Он самостоятельен? Да, абсолютно. Но есть какие-то его личные убеждения монашеские. Вот что он считает? Вот это в случае надо ли согласовать что-то с патриархом или нет? Но это никакие инструкции, никакие уставы. Это не предписывают сегодня. А. Андрей, но вопрос, который я обсуждаю в Украине, обойти невозможно. В какой точке сейчас находится процесс получения автокефалии? Процесс появления самостоятельной поместной украинской православной церкви? Ну, видите, я уже давно, еще два года назад говорил, что хорошо в Москве поторопиться и самой предоставить автокефалию украинской церкви. Потому что это последний шанс хоть что-то, какие-то свои интересы прописать вот этому таксом Томасе, документе о предоставлении автокефалии. Это можно было бы сделать. А так Константинополь вполне может дать автокефалию без согласования с Москвой. А дело в том, что в Варфоломее Константинопольского патриарха было двими четырнём. Провести все православный собор. И второе, конечно, решить украинскую тематику. Собор худо-бедно, но проведен. На бумажке отчетность поставлена. С грехом пополам. Ну, неважно. Кто не успел, тот опоздал. То есть, ребята, вы не приехали, потом приедете. Но мы считаем, что мы это сделали. Им важнее, в конце концов, с их точки зрения, те, кто были на Вселенских соборах, были и там. Москвы на Вселенских соборах не было. Ну, и без Грузии, и без вас обойдемся, и дальше. То есть, в их формате Византийская империя восстановлена. Значит, теперь можно взяться за Украину. А у Москвы, соответственно, после проведения этого собора исчезла дразнилка в адрес Константинополя. То есть, чем можно было шантажировать. Вы вот Киев объявите своим, а мы тогда в ответ вот трапедируем ваш этот вселенский проект. Поэтому сейчас в Константинополе руки развязаны. Может быть, все. Идет уже серия намеков оттуда, из Стамбула и так далее. От их спикеров высоких. Что сроки аренды Киева-Москвой истекли. А с их сущения это было именно так. То есть, именно в аренду. Временное управление Киевской митрополии отдано московскому патриарху в 17 веке, а не навсегда. Поэтому здесь возможно все. В любой день могут зайти объявить. А это углубит раскол, если это произойдет. Вот завтра мы видим, да, в самой Украине. Трудно сказать. Вот видите, что будет скорее эстонский вариант. Эстонский. Да. Но чего не должно быть? Не должно быть, конечно, у Москвы иллюзий. Что вот эти те прихожане и батюшки, которые сегодня в Московском Патриархиате, они там и останутся. Нет. То, что это священники и прихожане там, это знак их любви не к патриарху Кириллу и не к Москве, а знак их любви к церковным канонам. Если появится канонический выход из этой ситуации и уход от Москвы, не приведящий к изоляции во всем православном мире, то я думаю, что большинство и епископов, и духовенства, и народа с радостью этой возможности воспользуются. А как вы думаете, когда это может произойти? Знаете, я думаю, что на самом деле главный границатель это Филарет. Филарет. Или его личная позиция, или его просто пределы земного бытия. Потому что еще в 2008 году Варфоломей был готов предоставить вот эту автокефалию украинской церкви. Но там было условие технологическое. Филарет снимает себя патриаршесан, принимается в качестве рядового епископа, а затем уже пусть украинский епископат в самом самом соборе решит, кто будет епископом. Филарет рискнул даже навременно отказываться от своей патриаршей короны. А плюс к этому тогда была опять же период очередной дружбы Турции и России. Говорят, был звонок министра Лаврова своему коллеге в Турцию с жесткими словами, что, дескать, если ваш турецко подданный патриарх посмеет это сделать в Киеве, то мы введем туристические визы для нашего отдыхающего контингента. И это, понятно, загнется в туристический бизнес в Турции. Так что, многие говорят, но все это может повторяться в любую минуту. Можно последний вопрос про Украину тоже. А что вы знаете многих украинских священников общины? Что могла бы русская православная церковь сделать для умиротворения в Украине? Дело бы доказать того, что понимают боль и обиду украинского народа. Она есть, это факт. Но этих отеческих слов, то есть, если ты отец, отец должен понимать обиду, которую один из его сыновей причинил другому. Даже если это обиды взаимные. Но, опять же, в семье, как считается, вот Кирилл Михайлович не даст мне соврать, если два брата подрались, кого назначает виновным? Старшего старшего. Москва явно претендует на роль старшего брата, хотя хронологически младше. Но если подрались старший и младший, кто виноват? Наверное, отец, настоящий отец, а не просто подданный, должен был бы сказать, что и тем и другим что-то такое, да, может быть, резко осуждающее, но вот уравновешивающее, да, хотя бы уравновешивающее. Этих слов не было. Я думаю, что у патриарха было шанс, если бы он в феврале 2014 года помчался в Киев. Хотя бы под плугом знакомства с новыми политическими лидерами Украины, да. Потому что вы же руководитель страны, где миллионы моих пасты живет. Давайте поговорим, познакомимся и так далее. Но он не поехал. И после этого его. Спасибо. Спасибо, что для настоящего времени был протодиакон Андрей Кураев. Спасибо, отец Андрей. Субтитры создавал DimaTorzok Все события дня в настоящем времени. Я Сергей Дорофеев. Ежедневно нас смотрят миллионы зрителей в Центральной Азии. Я Динара Аргин. Вы смотрите настоящее время. Как изменит нашу с вами жизнь этот день? Разберемся вместе. Тимур Олевский. Настоящее время. Спасибо, коллеги. Мы не делаем новости. Мы рассказываем истории о людях. Я Шахид Иякуб. Настоящее время. Если вы любите путешествовать и вкусно поесть, то нам с вами по пути. Сура в дуале. Настоящее время. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok